и вот в этом методе особенности сначала слизистый косичный лоскут фиксируется в новом корональном положении за счет фиксации композитными швами уже потом туда вносится через вертикальный разрез пластический материал вертикальный разрез ушивается и слизистый косичный лоскут фиксируется вместе с пластическим материалом в новом положении вертикальными матрасными швами крестообразными швами выбор пластического материала но опять же я первых не работала у меня есть центрифуга я ее активно пользуюсь но не в этих случаях то есть в области рецессии я и не применяю я использую для других целей свободный для космопластический но там где она нужна на самом деле там где она запускает действительно первичный астогенез я не очень понимаю что она может здесь делать я и тем более вот по 8 штук в каждый дефект я действительно считала просто вот когда навидел туда запихивает прямо и считаешь смотришь сколько не нужно столько можно пластический материал поставить в америке то столько у них такой же аллогенный есть как у нас они же тоже аллогенными материалами работают только аллогенными материалами работают у них золотой стандарт это а почему этого нужно стесняться не хочет что не хочет ну что обсуждать с пациентом чтобы он поставить а я нет зачем лечить спокойно себя весь методика зачем ему это знать в америке доктор с пациентом согласовывать только сумму чека он вообще не обсуждая с ним он потом вы пришли к врачу и вы значит полностью ему доверять если вы не доверяете вот по этим консультациям как у нас никто там не ходит нету такого также и в европе так никто не ходит по миллиону консультаций туда-сюда не поэтому зачем мне рассказывать может мне еще нарисовать пациенту каком будет перемещать куда что зачем этому человеку не узкого профиля не специалистов у меня например мы очень много коллег лечится врачей просто до разного профиля вот ни один из них ни разу в жизни меня не ни о чем не спросил зачем да каждого свой профиль каждый по своим делам занимается это какая-то знаете это всероссийская ментальность быть умным во всем какие мокогензивальная хирургия это называется резать вы это лечение хирургическое вы стесняетесь то что вы хирургически лечите людей резать конечно резать да резать это не делается по-другому от поглаживания десна не вырастет если вы хотите что вас гладили это в другой но без результата поймите я то просто работаю с такими как уже критичными пациентами которым вот это уже их не пугает ничего резать так резать мы планирование ортодонтических пациентов я оставил этот вопрос я ему делю отдельное время потому что там есть нюансы которые нужно обсудить для всех не то что хочет пациент это это не вообще к нему не имеет отношения он должен выполнять рекомендации этого работа как пациента все и чистить зубы а наше дело правильно его лечить и делать так чтобы у него стало лучше и когда каждый занимается своим делом то результат хорошие у всех а когда человек начинает ковыряться там где ему не надо соответственно результат у нас получается не очень хорошим вы не производите значит доверительного вот этого впечатления что если каждый второй док пациент вам задает эти вопросы значит надо чем интернетом пусть они читают можно и на и на стене написать я это не хочу у меня таких нет у меня нет таких возражений у пациентов поэтому не могу вам ответить на этот вопрос только поскольку я не клинический психолог я не владею информации я пациентам не рассказываю ничего я рассказываю что что им нужно знать то что и ждет после операционном периоде как планировать вмешательства на когда нужно назначать эти операции как они себя будут чувствовать сколько дней нужно отдыхать можно куда ходить работать не работать я всегда спрашиваю кем работает мой пациент я собираю анамнез это я задаю им вопросы на консультации а не они мне их задача решить оперируют они или нет подходит ли им стоимость и выбрать день вот это результат полноценной консультации согласны все да как человек не получивший медицинское образование может за вас принять решение он может решить будет он делать у вас это ли не у вас ли еще где-то да его право но все остальное но человек не может выбрать себе материал который ему не подходит он влез в процесс но у него просто такая черта характера он руководит абсолютно всем и везде и всегда но я же знала что я без трансплантата его могу сделать если бы мне надо было его прямо вот я я бы ему поставил перед фактом сергей николаевич я не могу это или двери или да поскольку я знала что тут есть варианты конечно я могу сделать так если бы не было вариантов как вообще не любит но стоматологические вмешательства скажем так ну таких же пациентов но поэтому вопрос применение аллогенных материалов у нас в стране нету запрета на применение аллогенных материалов весь халяль он проходит что там любые религиозные тоже как бы моменты он допустим дальше это все что придумано и надумано и все что подчеркнул человек в интернете не является естественно достоверной информации потому что вы же понимаете но вы же не знаете кто там пишет и что и какой компетенции эти люди ну все переносчик приемных инфекций у них есть большая биом статьи обсуждали тоже сегодня они доказывают что днк от маленьких фрагментов до вот такие что они не могут очистить а мы применяем самаре методику университета пастера парижского и вымачиваем гипохлоритина все все эти проблемы у нас этих проблем нет с первой а вторая речь все и все белковые вот эти сутракции и все инфекционные агенты они отлетают окончательно европейцы ее вымачивали чтобы избежать этого в карболке естественно получили кучу токсических реакций несмотря то что они тоже отметили что у них был прирост ткани объема и всего но вот эти токсические реакции и не отмыть от карбола потом то есть как-то ее мой не мой она не вымывается остаточные вот эти токсины и в общем они отказались от ее применения хотя и во франции в греции еще в германии они пытались работать и вот был такой какой-то ее период но потом из-за того что они не могут побороться с приемными инфекциями они ее запретили а у нас в россии мы разработали метод когда все убиваются поэтому мы работаем до чего вы похвастались перед ними ашу ну да это нужно цель получить но его никогда уже не получим создавшись в политической ситуации уже понимаете все же упираются в политику и бизнес когда вся европа станет россии и нам не потребуется цель давайте все за обед да 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 так Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok